Ну, очень многие люди дети. Это да. Дети в них закопаны, бывает. То есть в них начинают в определенном возрасте нарастать взрослые. Там ребенок-то остается, но он покрывается этим взрослым. А некоторые чистыми остаются. Вот что с ним происходит, и никакой-то известковлении не происходит. И тогда остается чистый ребенок. Потому что Кришковец ребенок. Он ребенок. Чистый в смысле хороший. Я все детство хотела быть взрослой. Понятно. Это именно потому, что вы были ребенок. Взрослый человек не хочет быть взрослым. Нет, вы знаете, у меня от детства, как раз в отличие от Кришковца, у которого солнечные впечатления от детства, у меня почему-то они... Я как-то в детстве очень остро чувствовала трагизм мира. У моей сестры был день рождения. Саньке исполнялось три года. А через несколько дней мне исполнялось шесть. И вот я помню, как я сказала маме, что везет Саньке, у нее вся жизнь впереди. А мама, естественно, легла от хохота. И мне было так горько, потому что я так чувствовала, что у меня лучшие годы позади. Здравствуйте. Это программа «Школа злословия». Ее ведущие Татьяна Толстая. И Доня Смирнова. А у нас в гостях сегодня драматург Евгений Гришковец. Здравствуйте. Женя, давайте начинать сначала, и вы расскажете мне, нам, тем, кто еще не знает, кто-то знает, про свое детство и про свою семью. Я родился в городе Кемерово в семье совсем молодых людей. То есть они были студентами второго курса. Я вот так у них там родился. То есть они так рано поженились? Да, но при этом они все-таки где-то с четвертого класса в одном классе учились. Меня все везде с собой таскали. То есть на бабушку с дедушкой не оставляли. Везде я был с ними, помню, какие-то переезды постоянные. Потом наша семья уехала на какое-то время в Ленинград, потому что папа там заканчивал финэк, экономическую, финансово-экономическую академию, питерскую. И, то есть я был оторван от Кемерово, куда очень хотел. А потом, когда вернулся обратно в Кемерово из Ленинграда, уже обратно хотел в Ленинград все время. Вот там и пошел в школу в Ленинграде. А в какую? В 74-ю школу города Ленинграда. Это Выборгская страна? Да, Выборгская страна, да. И еще я ходил в детский сад, где рядом какая-то такая фабрика, где делали конфеты. По этому детскому саду пахло конфетами все. Даже такое сероватое картофельное пюре пахло вот всем этим, да. И селедка тоже этим пахла. Да, я помню, возвращение было, конечно, очень удивительным. Когда я вернулся в Кемерово. А, да, еще был очень важный момент. Я говорил, что я из Ленинграда, и ко мне очень уважительно относились, и ждали от меня каких-то очень особенных знаний по всем предметам. Вот, и да, у меня еще была новая школьная форма. Тогда поменяли школьную форму с такой серой мышиной такой, вот суконной на синюю, с вот этими такими вот учебничками, да, вот здесь. Я приехал с этим учебничком, а там еще год все ходили в этой мышиной форме, и я был очень модный. То есть просто такой западный иностранец. А, да, да, да. Абсолютно. Вот, потом там я учился в школе в Кемерово, там я закончил. Поступил на филфак Кемеровского университета. Потом ушел служить на флот на три года, вернулся туда. А причем уходил в 85-м, вернулся в 88-м. В другую страну ничего не понял. С филфаком уже было сложно, потому что, ну, если бы вот с первого курса и до пятого по инерции бы доучился, а тут уже было сильно много вопросов и к стране, и к университету. Это вот в связи со службой на флоте у вас такой вот пристальный интерес к кораблям, потому что у вас, ну, они все время возникают в ваших спектаклях? Я думаю, да. Я думаю, да, потому, ну, все-таки это произвело какое-то такое впечатление, это же все-таки такая экзотика. Ну, такое очень экзотическое переживание. Корабль, вот эта вся история. Причем у меня есть фотография, фотография, где я в классе во втором, в каком-то таком светлом плаче, я стою возле памятника Стерегущему, вот, в Ленинграде. На Кировском, Коммунастровском, он же. А потом я служил на Стерегущем. То есть это уже был третий по счету Стерегущий. Причем я знаю, что первые два, сами открыли, моряки открыли Кинстон и... Так он заколдован. Да, да, я так думал, когда же нам-то это предстоит. Вот, было, и на самом деле там, конечно, все было совсем просто. Экзотика никакая не ощущалась. Экзотика возникла потом, когда я вернулся и стал смотреть на то, что... И ощущать, что это был совсем другой человек. Там, в Бескозырке, в Тельняшке был другой человек абсолютно. Хотя я о нем все помню. И с этого начинается текст, как я с ним собаку. Что это был другой человек, и у него нет шансов снова появиться. У вас как бы трое, получается? Человек до флота, человек во флоте и человек после, да? Они как соотносятся, если к трое? Их, на самом деле, наверное, больше. Потому что тот человек, который входил в ту самую жизнь, в ту самую страну, и который... Ну вот, после возвращения, он тоже не тот, что сейчас. Но есть все-таки во всех этих моментах, есть человек, которого я могу собирать воедино. То есть, у меня же есть ощущение времени, которое я ощутил, когда мне будет 4 или 5 лет. И оно для меня абсолютно актуальное. Вот до сих пор оно абсолютно актуальное. В детстве я очень хотела быть взрослой. И меня тяготило то, что я ребенок. Но в то же время я теперь понимаю, что я была гораздо взрослее внутренней, потому что я относилась к миру серьезно. Серьезно собираемся в большое, очень серьезное путешествие в темный ночной океан. И надо как-то понимать, как туда ехать. Надо ли брать еду, а я не знаю, да? Сколько? Запасы воды. Куда мы плывем? А у кого карты? А мне дадут в карту посмотреть? А как ее читать? Ничего не понятно. А сейчас что волшебного? Встал, яичницу поджарил, там чайник поставил, то есть все, хлеб нарезан. Ведь это казалось, ой, они берут ножик, им можно, они режут. Потом они яйцо берут и так, пук, и делают яичницу. А мне нельзя вот взять, все, не бери, там побьешь, мимо прольешь. И действительно это сделать. Ореки, масло, каши. Путешествия по каше. Я помню, я сидел на скамейке. Был какой-то такой теплый день. Я ковырял эту скамейку. Она была такая чуть-чуть подгнившая, ну, так вот, такая уже трухлявая немножко. Я от ковырял эту палочку какую-то, такую маленькую щепку. Сидел и утер в пальцах, и видел, как двигаются облака, движутся облака по небу. Я почувствовал, как время движется, и что вот сейчас день закончится, потом будет другой день. Потом вот я так и буду жить. И я ощущаю вот это абсолютно так же. То видение мира, которое из того момента, оно совпадает с тем, как сейчас. И если у меня есть такие точки в жизни, значит, я могу себя собирать и чувствовать себя целым. А стало быть, может быть, хорошо. А когда я разобран вот на этих разных этих людей, мне плохо, грустно. И когда я ощущаю, что вот еще один какой-то период жизни заканчивается, и я болезненно расстаюсь с тем, в общем, устроенным человеком, который жил до того, мне тоже больно и плохо. Ну, тогда есть вот эти возможности опираться вот на эти какие-то щепочки, палочки, облака и так далее. А вы придумываете новый спектакль, пьесу, когда вы расстаетесь с этим человеком? Или когда он еще жив? Абсолютно. Ну, он еще жив, он придумывается в этом состоянии, но быть реализован может только при выходе на дистанцию к нему. Иначе это будет кровь, слезы, и вообще этого показывать никому нельзя. Когда я уезжал из Кемерово, это был очень несчастный, по сути, период, и странный расставание с Родиной, как мне казалось, и с чем-то, ну, с чем-то неотмершим вот еще. И тогда я придумал два спектакля «Как я сел собаку» и «Одновременно», где очень счастливый текст, очень счастливые обстоятельства, и очень такая радостная, все такое радостное ощущение жизни, хотя полное смятение перед ней. Кашу мы ели так, мы ели так, вот была тарелка с гречневой кашей, как правило. С гречневой кашей что хорошо? Мы играли так, вот полная тарелка каши, и это такой замок, а посредине живет принцесса. Это одна кашина, гречина такая, и вот она посредине как бы выделяется на нее место, она одна, а вокруг нее большое пустое пространство. Это ров. А ложка это значит злые силы, которые, это принцессы сейчас будут воевать, убивать и так далее. И вот они со всех сторон проедают в этой гречневой каше ходы с разных сторон. Поэтому тарелка должна поворачиваться, потому что новые силы противостоят этой ложке. И, наконец, вот-вот-вот сейчас все уже уничтожено, вся каша осталась только одна принцесса, и она не съедалась. А вы не съедали это последнее? Жалко. А Кемерово тяжелый город? Кемерово очень тяжелый город, очень. Этого города не было совсем, он появился там недавно, ему там каких-нибудь 60 лет. Странное название, непонятное до сих пор, я не понимаю этимологии и смысла этого слова Кемерово. Но хорошо, что его не назвали Углеградом, как собирались, в какой-то, когда там выбиралось. Потом, вот как получилось, что появилась Кемеровская область? Была же Томская губерния большая, а там же был город Сталинск, тот, который Новокузнецк. Потом решили сделать еще одну такую вот область. Но Сталинская область уже была, а переименовывать при жизни Сталина город Сталинск в какой-то другой не стали. И решили, ну вот географическая точка Кемерово, и сделали город, который вырос, там химические предприятия, в общем, ничего, там даже, как бы, ощущение города-то не очень есть. Он из деревни вырос? Да, деревня с хорошим названием Щегловка, Щегловск. Год тяжелый, но при этом там все равно, там прошло детство, оно было счастливым все равно. Там все равно были связаны с этим и гордость, а для первых успехов, и университет, первый курс, по крайней мере, очень счастливый. Много было счастливого, я никогда ничего плохого про этот город не скажу. Там очень хорошие люди живут. Ну что, я же не к домам возвращаюсь, к каким-то людям, к каким-то моим маршрутам в этом городе. А там есть мои маршруты, и мне очень важно посещать могилу деда. Я в этот момент, когда я стою там на могиле у деда, я в этот момент не люблю деда сильнее, там, да, чем... Ну просто мне приятно, что я нашел время, потратил какие-то усилия, и туда приехал. Вот и все. Ритуал. А дед играл какую-то особенную роль? Вот мне казалось, что не играл никакую роль. А сейчас чувствую, что да, он воевал, он мне что-то рассказывал о войне, он меня любил. Вы смотрите, как это действительно, и у Гришка Овца в пьесах все время возникает детство, и действительно театр как-то очень сильно с детством связан. У меня-то это ощущение театральной пыли, это еще одно из самых основных детских воспоминаний, потому что мама актрисы. И мне когда было 11 лет, и я жила с ней в Таллине, она работала в Таллинском театре, русской драмы, она там много играла. Ну, естественно, мой любимый спектакль, я его смотрела раз в 40, наверное. Ну, зайка-зазнайка, где она играла лису. И при том, что я видела маму в спектакле «Бег», где она играла Серафиму, в спектакле «Нельская башня», где она играла королеву Марго, мне казалось, что красивее этого костюма лисы, с этим трепишным таким хвостом и с этими поролоновыми ушами, что ничего прекраснее, и что все видят, какая мама прекрасная. Я помню, что она меня еще очень порадовала, когда собирались ставить новую сказку «Винни-Пуха». Она пришла домой из театра и говорит, ты знаешь, я сегодня подала творческую заявку. Я говорю, какую? Я написала так. От актрисы Рудной, главного режиссера, Вадима Черменева, там все такое. Творческая заявка. Подаю творческую заявку на роль осла в спектакле «Винни-Пух». Она играла «Я». И я была тоже очень счастлива, мне очень нравилось, что у меня мама-осел. Женя, скажите, совсем с другой стороны, я видела только один ваш спектакль, как я съела собаку, и была абсолютно им очарована. Именно вот слово «очарование», почему-то мне кажется, очень подходит и вам, и тому, что вы делаете. При этом я читала вашу пьесу «Город». На мой взгляд, читать это невозможно. Как происходит вот такой эффект, что когда на сцене и так далее, что это все тебя затягивает, и ты в этом соучаствуешь, да, а когда ты видишь текст, потому что после этого я взяла текст собаки. И впечатление было, ну, совершенно другим и, конечно, значительно меньшим, чем от спектакля. Есть некая основа литературная, писательская. Недаром бы сказать, что вы представляетесь как драматург. Ну, драматург, это дальше идет как бы трактовка режиссера, да, можно одну пьесу, можно взять 10 театров, поставить их, кто что увидит, но там первоначальный текст, то есть чтение. А что вот у вас первоначальный текст? Я всегда говорю так, что я говорю лучше, чем пишу, а пишу лучше, чем живу. И меня это не устраивает вообще, мне не очень нравится это. Лучше бы вообще все наоборот. Но я называю себя драматургом по той причине, что это не вызывает ни у кого никакого опасения. Пьесы никто почти не читает, называешься драматургом и как-то уже относятся к уважению. Если представляешь себя артистом, начинаешь спрашивать, а скажите, а вы в каком-то театре там? Ну, знаете, есть такой театр там, или в каком-то кино снимались, ну и вот тоже. А в Абдуллово, знаете? Ну да, да, да. А скажите, а как вот там, да, да, да. Вот те спектакли, которые я сам играю, я никогда не записываю, даже не делаю никаких записей, каких-то пометок до того, как сыграл спектакль. Текст записывают существенно после. Причем композиция другая и даже по художественному времени там другой. Что касается пьес, которых у меня три, то я их намеренно пишу, я их называю даже не пьесами, а предложениями театра. Они должны быть открытыми, то есть они не должны выглядеть совершенно. Совершенное или очень хорошее произведение, литературное, законченное. Оно гладкое, и он за него никак не зацепится. Но и пьесы много ставят, особенно в Европе, потому что они открыто пасуют по своему. И там режиссер чувствует возможность с этим текстом спокойно, без ощущения борьбы, работать. То есть, скажем, текст пьесы «Город» написан намеренно затянутым. То есть там настолько длинные куски в этой части монолога, которые очень легко резать. И на самом деле это делают постоянно, и не относятся к этому тексту как-то с серьезным уважением, и произносят его своими словами. Это сделано абсолютно намеренно. То есть вы не боретесь за... Нет, что вы, там даже в предисловии книжки я написал, что я надеюсь, что актер не будет заучивать это наизусть, потому что в этом нет смысла, и это почти невозможно. То есть выучите этот текст, но это очень тяжело. То есть вот мне очень нравится, что вы это называете предложением. Сначала мне рассказывали, какой вы замечательный, что я должна смотреть ваш спектакль. Я думаю, вот сейчас я соберусь. Тут по принципу совпадения событий мне передали вашу книжку. Я думаю, о, сейчас я узнаю, куда это я собираюсь. Села и стала читать. И у меня тоже было такое ощущение, ну, это все, конечно, очень интересно, но то, что мне рассказывали, мне говорят, ой, там, потом, ой, ну это... А потом, да, это было бы непонятно. А вот то, что в тексте, я думаю, ну, я не знаю как-то. А когда я пришла, все, я очаровалась, я совершенно там пропала на вашем спектакле. Я не представляю себе, как это... Я бы пошла смотреть кому-то другому, и как я могла бы смотреть на кого-то, кроме вас. Вот вы настолько в моем представлении совпадаете с тем, что вы сами придумали, вы сами это делаете. Ну да, ну вот я, например, совершенно не пишу ремарк, а это вот, даже если каким-то образом текстом выделять его или указывать на какие-то паузы, ремарка. Вот в театре, я думаю, что в кино то же самое. Есть большое недоверие и опасение, недоверие сценариста или драматурга, режиссера. И поэтому в сценарии и в пьесах можно увидеть прямые указания того, как должно быть, и там уже есть намеки на режиссуру. А потом, если эти указания не выполняют, то сразу возникает обида, что все там, все испортили, уберите мою фамилию из афиши, и убегают с премьеры и напиваются. Горюют очень. Так что я ремарок и не пишу, поэтому как бы указаний нет, так что я ничего не ожидаю, что там будет исполнено или не исполнено. Вот и все. У меня очень хорошее взаимоотношение со всеми режиссерами, даже те, которые поставили спектакль, которые понимают, что, ну, видимо, пройдет раз пять и больше показа не будет. Я все равно поддерживаю, говорю, да, молодцы, вот это лучшая постановка какой, вот это вот, вот тут вот как-то так. Ну, пусть человек, он же нашел смысл из кучи пьес, взять мою, с ней заниматься, долго над ней работать. Лучше, намного лучше меня знать этот текст, каким-то образом его разобрать. То есть вам важнее смысл и идея, а в слове вы оставляете полную свободу тем, кто... Да, правда, я как бы общаюсь с смыслами в этом смысле. В этом смысле я общаюсь с смыслами. В смысле, что в смысле, в смысле, да. При этом же все время, я же понимаю, что всем хочется, и тем, кто играет рок-н-ролл, а там у них меньше всего шансов быть отделенными от себя. Мне тоже же хочется как-то отделиться от самого себя, чтобы ты жил в каком-то виде, в виде книжки, в виде компакт-диска или еще в виде чего-то. Ну, то есть вам, с одной стороны, хочется как бы профессиональной жизни, да, потому что книжки, там, это способы, там, книжки, чужие спектакли, это способы профессионального функционирования текста, грубо говоря, да. А с другой стороны, вы предоставляете всем совершенно полную свободу и говорите, что я тут не профессионал, делайте сами. Но только не совсем так. Так, театр такое дело, вот, например, у меня, я сейчас убрал и не играю спектакль, как если собаку, потому что спектакль, это не кино, которое записано на пленку и может существовать, там, вот, без меня, там, показываться на кинофестивалях, ездить, там, и просто вот прокручиваться в прокате. Мне нужно обеспечивать спектакль своим временем, жизнью, здоровьем и так далее. А у меня есть, вот, тот спектакль сделан почти 4 года назад. Я не могу, сейчас мне сложно актуализировать для себя этот текст, хотя он очень изменился, да, очень сильно изменился. Я все время этим занимаюсь. Ну, все, я уже устал, и для меня есть подлинно актуальные спектакли, как Дридноута, который совсем вот сейчас просто вот живой, и мне интереснее работать с ним. Значит, я отпускаю этот спектакль, я больше не... Ну, так получается. Ну, у меня есть такая возможность, только записать это и хоть в каком-то виде это предоставить. Я сразу, кстати, размещаю этот текст в интернете, в любой доступ такой вот. Я сделал радиоверсию, текст, разумеется, должен был быть изменен, потому что меня не видно и так далее. Мы записали это, и я думаю, что в апреле уже выйдет нормальный радиоспектакль. Вы сказали радиоспектакль, вот меня как раз это очень интересует, да, ведь театр же, это же еще и зрелище. Я не увижу ваших движений, которые совпадают с движением текста, с движением слова. Мне именно что и понравилось, во-первых, совпадение, да, текста и, ну, движение физических, да, телесных и мимики. И не совпадение, то есть контрапунктом, когда вещи сделаны. Выглядишь так, а говоришь совсем другое. Это же радиоспектакль никакое. Хоть ты кричи, это же для слепых. Радиоспектакль для слепых. А вот о зрячем как? То есть вы не записали это на пленку, и в кино такого нет? Нет, я полагаю, что радиоспектакль, конечно, для зрячих тоже. Потому что я театр не видел в Кемерово. Я очень любил эти радиоспектакли. Я лежал возле приемника и смотрел, то, как вечер опускается там окна. То есть вот блуждающий такой взгляд по комнате, по моей, по шкафу, который там, каким-то там можно было что-то брать в руки. Слушал вот эти спектакли. Вот радиоспектакль, на самом деле, вот я сейчас разбирался, мы собираемся делать видеоверсию этого спектакля. Все равно ее сделать, чтобы он был в каком-то виде зафиксирован. Это не мое желание, это просьба, скорее, друзей. Но любые, вот я много раз пытался смотреть видеозаписи этого спектакля, не могу. А с радиоспектаклем мне интересно, и он дает больше, и гораздо более адекватное представление о самом спектакле. Вот что это, потому что ты возвращаешься к этому вопросу, что это за жанр? Вот жанр я не знаю. Я занимался в университете как раз вопросами жанра. И, наверное, если я этим займусь, я смогу какие-то определенные признаки жанра назвать. Но я этого спидномеренно не делаю. Я вообще, опасаясь сейчас самоопределение, я тогда сказал четыре года назад, что я новый сентименталист. И все, прилипло. И уже давно я не сентименталист, и Дридноут вообще никакого отношения к сентиментализму не имеет. Жанр спектакль. Спасибо. Я взяла спектакль. Спектакль – это зрелище, вообще даже идеологически, даже филолог. Да. А зрелище, вы говорите, что вот в радиоверсии это интересно. Зрелище чего? Зрелище тех фантазий, по которым только что было сказано. Вот с одной стороны, ну хорошо. То есть это такой жанр «Гришковец» называется? Название. Хороший, кстати. Правда, правда? И суффикс хороший, он малоупотребительный. Я знаю, да. Но он очень, раньше он был рабочий. Ну, как говорят, пойдем на «Гришковца», правильно? Ты «Гришковца» видел? И имею в виду не то, чтобы видел ли ты в жизни Евгения Балерьевича, Балерьевича, Гришковца. Имеется в виду вот это зрелище. Это зрелище называется «Гришковец». Мы сейчас с Гришковца. Да. Нет, ну а как иначе? Да. Мне вывесили студенты ГИДИС, это во время спектакля, после спектакля, такой транспарант большой. Мне понравилось, мне даже его подарили. Там написано, нам ни водка, ни маца не заменит Гришковца. Это и не слава. Я доволен, очень доволен. А как вас на Западе играют? Ну вот, вот это очень важно. Потому что на Западе играют меня лучше, чем дома. Потому что, вот просто одна единственная разница. Там говорят быстро. Как и я говорю во время своих спектакля. Я же говорю очень быстро, очень быстро, в быстром темпе. Потому что я понимаю, что у меня немного времени, что есть определенное время. И мне его просто больше, даже какой бы там ни был с Гришковец, мне больше не дадут. И там вот спектакль, спектакль «Город» идет час сорок. Так, как он и задумался. То есть в этой пьесе на большей нет ни пружины, ничего нету больше, чем на час сорок. У нас играет это больше двух часов. И, вероятно, длинные паузы, весь психологический театр. Нет, люди же так не говорят. Люди говорят быстро. Люди говорят быстро. Можно бестолково, плохо, неграмотно, но быстро в жизни. Там вот так вот. И вот во Франции и Германии играют быстро. И все, и это идет успешно, и хорошо, и любят, и слышат текст. А как вы контролируете качество перевода? Мы прислали, допустим, из Японии кусок перевода текста одновременно. Я написал «очень красивый перевод». Ну, действительно, выглядит очень красиво. И там даже есть моя фамилия написана. А вы с правильного конца его пролистали или с неправильного? А я вот на всякие игра. И с правильного. То есть я пролистал его по-разному, а какой-то вариант будет точно правильный. А это знаете, как Татьяну тоже кысь перевели на японский. Расскажите мою любимую историю про перевод. Да, про название. Перевели кусочек пока, значит, одну главу, и просили за решение, значит, перевести и напечатать. Я говорю, конечно, переводить. Я все ничего не узнаю о том, хорошо это были или плохо. Ну, делайте. Сделали и подарили мне торжественное, значит. Ну, я беру, начинаю, значит, конечно, листать. Они так перекладывают меня. Листать-то надо отсюда. Читать сверху вниз и все совершенно нет. Вот. Я тоже говорю, что это замечательно. А как вы перевели слово «кысь»? Ведь его в русском языке не существует. А переводчица говорит, «У-у-у-у, мы выбрали очень страшное слово, очень страшное слово». Я говорю, ну, какое? Она так потопилась и говорит «Ня». Очень страшное слово «ня». Я играл в Германии целую серию спектаклей, восемь, в одном городе. И только потом мне сказали, извини, пожалуйста, мы просто посмотрели на афишу, а там написано, как я съел свою собаку. А это большая разница. И все спрашивают, а почему спектакль-то, в общем, так-то называется? Там уже как бы ты ешь не свою собаку, а вовсе даже какую-то непонятную. А вы играете за границей? Да, я играю очень много, на русском языке с переводчиком, который сидит рядышком. А, то есть это идет как... И это такие переводчики, которые никогда не работали в кабинах. Вот в театре же театр переводится всегда так. Театр, когда играется на иностранном языке, где-то в другой стране, театр не замечает или делает вид, что он не видит, что его переводят. Сидят люди в наушниках или смотрят куда-то там, где бежит бегущая строка. Да, и это все какой-то запоздалая реакция, или реакция на текст идет с опережением, или вообще все это очень странно там. Ну, это неправильно, особенно... Вас синхронно переводят? Нет, это даже... Я же не могу выучить свой собственный текст. Иначе мне к собственному тексту нужно отнестись очень серьезно, чтобы его выучить. Я его не помню. Он просто мой, и поэтому я даже не импровизирую, я его просто каждый раз воспроизвожу. У меня есть переводчики, с которыми мы очень много репетировали и работали, которые... Люди вполне публичные, французский переводчик он актер по образованию, и вообще настоящий актер хороший, но он изучал в Питере философию и знает язык. А немецкий переводчик, он закончил ГИТИС, и он театральный режиссер, он немец. Вот он сидит, я ему рассказываю, иногда в зал, иногда ему. Он может вполне меня переспросить, мы можем уточнить кое-что. И это очень здорово срабатывает. Он может, допустим, попросить меня сделать паузу и попить водички. Время первых спектаклей, как «Я сел собаку во Франции», Арно постоянно плакал. Я слышал, что он не переводит, я погляжу... ...в самых неожиданных местах. Ну вот, и это очень хорошо работает, это работает еще по разным причинам. В этом есть даже какое-то ощущение от какого-то спортивного соревнования, потому что зрители видят, что их, во-первых, не обманывают, что у него нет текста, и что он находится в экстремально трудной ситуации. Но он свой, он наш француз, допустим, и он наш немец, и он все время побеждает. Тогда получается, что он герой. Да, да, он персонаж, по крайней мере, как минимум персонаж, ничуть не второстепенный. Это все к вопросу о жанре, на самом деле. То, что делаете вы со своим текстом, своим спектаклем, своим возможностями и невозможностями. Это аналогично тому, как есть особый жанр. Вот барды, да, барды, они и не поэты, и не певцы. Поют они не очень, так сказать, замечательно. Диапазон голоса у них, какой бог дал. А читать их тексты на бумаге, не читаются они, ты хочешь их запеть, ты их и узнал через пение. И они хороши только со своим тембром. Вот скажем, Высоцкого не пойте меня, пожалуйста, никто, пускай он сам. А Куджаву, ради бога, не воспроизводите это. Очень хорошо, когда он сам. Или только в память о нем. Это бард, он обречен на то, чтобы прожить единственную уникальную, самую уникальную жизнь в искусстве. Самую-самую уникальную. Бесконечно одинокую, и поэтому бесконечно ностальгически востребованную. Потому что такого второго не будет. Вы попали в это замечательное существование, когда можно быть одним-единственным. Вообще. И ничем здесь не поможешь. Ага, и только мне это не нравится, знаете. Поподробнее с этого выяснили. Что значит не нравится? Ну, сейчас. Быть одному мне не нравится. Быть в одиночку не нравится. А потом, я так же понимаю, что с театром так. Я не видел ни одного спектакля Эльфроса, ни одного. И для меня он не существует. Сколько бы мне про него не рассказывали, сколько бы мне я не встречал тех людей, которые с ним работали, которые видно, как сейчас актеры просто, можно сказать, доживают. То есть теперь они живут после этого человека. Я так же понимаю отчетливо, ну, сколько я там смогу еще в таком темпе, и с таким, ну, играть вот эти спектакля. Ну, недолго, ну, пять лет еще. Мне не страшно, да. С другой стороны, ну, хотелось бы что-то там как-то зафиксировать. Понятно, что невозможно зафиксировать, но это не подлежит никакой фиксации. Нет, вот что будет после смерти Гришка Овца? Ну, главное, чтобы не было карикатуры на него, мною самим исполненной. Понимаете, вот в чем дело. Нужно очень точно вовремя успеть и заняться каким-то трудным, полезным делом. А что вы будете делать потом? А я не знаю. Когда вы перестанете играть? Я не знаю. Ну, я говорю, может быть, буду писать. Вот я мне недавно понял, что я придумал роман. Роман? Да, роман, да. Так. Роман. Можно спрашивать про это? Да, конечно. Да. Я его видел даже секунды две-три, я его видел. Ну, фактически, книгу. Да. Да. Он такой вот роман. Желтый в солидном издании, вижу какой-то роман. Нет, нет, нет. Даже прочел бы название, если бы не этот туман. Я название даже прочел. Да? Угу. Могу сказать. Роман будет называться «Рубашка». Так что? Роман «Рубашка». Он такой будет объемом 240-280 страниц приблизительно. Очень правильно. А видел, почувствовал… Современный. Современный, да. С героем. С героем. С реализмом. Ну, это не знаю, я не знаю, что это такое. Нет, ну, то, что вы делаете в театре, это очень хорошо. Я очень люблю реализм. Да, да, да. Вот реализм, значит, реализм. Вот то, что вы любите. Да. С любовью. То есть люди живые, разговаривают. Да, живые, да, да. Диалог, интрига, диалог. Да, такой вот, вот такой герой-человек. Там, там, едва за 30. Хороший. Опасность в нем будет в этом. Любовь, конечно. Город будет. Со синим мускулами этого города. Большой. А. Это всегда, ну… Ну, без определения. Тут бывают московские, романы, питерские. Нет, ну, будут… Будут как раз очень определенные места, как я всегда пишу. Но все-таки, как мне… В Екатеринбурге ко мне подбежал человек радостный. Чуть-чуть подбежал. Слушай, только ты скажи, в каком-то году восьмую школу нашу закончил? А я описывал определенно, определенно, вот там, где я говорю про первый класс, подход к школе номер 74 города Ленинграда, а потом, когда там были вот эти вот окна, это Кемеровская школа номер 23. Ну, 21. 21. Вот. А восьмая школа города, значит, Екатеринбурга, Свердловска. Радостный такой. Вот. Ну, и… И здесь будет так же. Будет так же, да. А может быть и нет. Может быть, я дам Москве больше сидеть. Хотя нет, все-таки, когда есть очень острое ощущение Москвы, там, как вот так вот, особенно сейчас, из сегодняшнего дня, это не с мастером Маргариты связано, а вот, в общем, человек из того же города Екатеринбурга, не будет большого желания с этим разбираться. А вам нравится Москва? Да. Скорее нет. Скорее я ее, скорее, люблю. И, точнее, бывают моменты, когда она мне очень нравится, в целом я ее люблю, а в какие-то моменты она меня очень сильно царапает, очень сильно мучает. Ну, я не знаю другого города с такими мышцами сейчас в Европе. Вот с тем, что тут происходит, какие тут жилы, напрягаются, такого города близко нет. А у вас есть вот этот внутренний сюжет провинциального человека, прославившегося в Москве? Я просто скажу, что я имею в виду. Я в одном гламурном журнале видела, по-моему, там, некое интервью с вами или какое-то подобие, и дальше ваша фотография, и как вот они любят, там, значит, пальто, там, я не знаю, Гуччи-Шмуччи, вы там, боти... Ну, ужас нечеловеческий. А мне очень нравится, да? Да? Конечно. Приходишь, да, ну, конечно, приезжаешь, там, фоторедактор, человек, который приносит тебе Гуччи-Шмуччи, кинзо, тролливали ботинки, замеряют, одевают тебя, и так, и эдак, и говорят, вот так вот очень хорошо, я смотрю, действительно, фотографируют, супер, ну что, это приключение. А потом отбирают, да, потом отбирают, воносятся, смотрю, да. Полируют, осмотрев, не поглядили или уносятся. И потом мне понравилось одно пальто, абсолютно шаляпинское, с таким большим каракулевым воротником, и я бы сказал, я буду в нем, вот. Или это, сейчас мне... Ну, это какое-то вроде не писательское занятие, это вот скорее актерское. Да ладно, я тоже позировала в разных шмучах. Здорово же. Здорово. 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 Здорово, как там, извините, все делается в этом бизнесе. Например, мне тоже принесли что-то, очень аккуратно, чтобы я не напортила. А там такое, а там такое черное что-то, и в нем прозрачные, значит, все-таки листья, как бы, очень красивая вещь. Но когда надеваешь на себя, начинает Бог знает, что просвечивать. А когда надеваешь на черное, под девочку, то не видно этих листьев. Стали думать, как быть. Я говорю, а давайте рулон туалетной бумаги, вот я намотаю под это дело, и там как бы будет все ровно розово. А давайте, давайте. И я фотографировалась, и там вся была обмотана туалетной бумагой. Я теперь все знаю про модельный бизнес. И я с вами дружу. Мне стыдно, зову собой, честное слово. Потом, у меня есть там такой текст, что вот я, вот на этих старых фотографиях, черно-белых, там, из детства, так все хорошо, и, допустим, вот я сижу в красивой машине в Молгу, за рулем маленький, радостный мальчик. У папы не было машины, была машина у дяди, который был директором. И я сидел за этим рулем один раз, но на фотографии же навсегда. Я помню, я услышала ваше первое интервью, я услышала на радио «Эхо Москвы», и вы сказали там абсолютно поразившую меня вещь. Вы рассказывали про переезд из Кемерово в Калининград, и вы сказали, что вы не понимаете, что такое, насколько в Калининграде, когда ты продвигаешься по стране, по-другому, например, происходит любовь. Потому что там, где холодно, количество теплой одежды, которая надета на любимых, и на тебе самом, как бы, извините. Красавчик, любовь, это все рассупонить надо, а не то, что... Это все... Там есть подштаники. Вот это же ужас вообще. Есть же такие элементы, как носки, и еще одни носки шерстяные. И это же все горе. А как же романтика? В Сибири? Да. С романтикой там все в порядке. Либо ее нет, либо она есть. Да. Ну, как-то... Вот почему я вот все думаю, что почему так в Сибири как-то и строят плохо, и нехорошо, и как-то еще вот это... И самая показательная, конечно, сибирские кладбища, где уже могиле, которой 25-30 лет, уже на нее никто не ходит, но вот так как-то провалилось, и все. А потому что люди в Сибири, которые проживают там поколение за поколением, никто себе не признает, или большинство не признает себя в том, что они здесь проживут до смерти, и их дети тут будут жить навсегда. Вот. И поэтому как-то делается все не очень основательно, и люди так с таким трудом зарабатывают там деньги, вообще-то там так все непросто, но с таким удовольствием вот так их тратят где-нибудь в Сочи или в Турции где-то. То есть сибиряки воспринимают Сибирь как временное пристанище? Не хотят там и себя? Вот нет, они... Вот не прямо так, не прямо так откровенно, но признаться себе вот там словами, да, я здесь навсегда, да, и вот... Сибиряки очень подвижные люди, очень подвижные, внутренне подвижные, готовые, как пружины такие. Многие никогда и так не расправляют, потому что так и остается большинство. Но я прожил в Сибири, родился там всю жизнь, всю жизнь прожил. Но вы не похожи на писателя Бушкова, который пропагандирует сибирскими профессиями. Да, и просторы. Я не видел медведя в местах его обитания ни разу. Не нашел ни одного самородка в речке, значит, что... В общем, был два раза в тайге, и меня там сильно покусали комары, мне было там не в кайф. И еще каких-то определенных, да, унт у меня никогда не было. И шубы из, это, самой, медвежьей тоже какой-нибудь там, вот не было. Рухнул еще один миф. Ну, правда, ну как? Без мифологии куда? Вот Москва нас учили, порт Пяти морей. Вы хоть одно видели? Порт. Порт? Да, порт Пяти морей. Ну, я так понимаю, там, Средиземном, в конечном счете. Нет, а естественно. Сел на поезд, доехал до Одессы, проехал, Черное море, поехал. Сел на поезд, Михаил Маха, что порт Пяти морей. Эти мифы, они нужны, они чудесные. И если приезжают в Москву, тоже же ведь дается какой-то такой туристический набор. Вот, я помню, когда какие-то, это уже голландцы, ко мне знакомые приехали, я понял, что они приехали с опаской, я понял, вот, им хочется здесь побояться, и я их пугал. Пугал тем, что здесь не надо выходить, туда не смейте, а здесь вот лучше вы тут стойте, никуда не выходите. И там, если будет кто-то разговаривать с вами, не отвечайте ни слова, и так далее. И им нравилось это, я понял, что это ему нужно. Мы все так делаем, да. А в Калининграде какие мифы? Ой, конечно, что там столько мифов, что там весь город под землей затопленный, и там такие несметные богатства, интерные комнаты, немцы попрятавшиеся, архивы куда-то. Там столько мифов. Ну и потом, ну, есть где, там все-таки Гоффман родился, и жил 24-х лет. И Кант похоронил. И Кант никуда оттуда не выбирался, вообще не уезжал из Кенигсберга никуда. Там много кто был. И при этом, это именно что существует на уровне мифа, потому что калининградцы по-настоящему историю немецкой, немецкой истории этого города не знают. Своей истории, вот. И поэтому они какие-то такие чистые, свободные люди, которые живут только мифами. И этими мифами питаются, и этими мифами кормят приезжих. Но при этом они очень легкие люди, которые не очень принимают на себя груз и ответственность за то, что они граждане великой страны, и также не очень принимают на себя груз другой великой страны, которая тоже великая, вот там, Германия. И какие-то такие вот островные люди, очень хорошие, легкие люди, легкие, веселые. Как говорят калининградцы коренные, корни там, ну как, там, в 1946 году, ну, тем, которые там родились. Они следуют в Москву, я съезжу в Россию, да, да, или там, ну, и вот они все это, да, ой, вот это вот, я приезжаю в Берлин, я чувствую себя, ну, на месте. Ну, это действительно так, потому что вот плитки, которые лежат в Берлине на улицах, точно такие же, как плитки в Калининграде. У них миф о том, что они западные люди. Они особенные люди, что они как бы западные в то же время, они особенные, это же тоже, как и сибиряки, им нужно считать, что они особенные. Это все, ну, как пизельцы, да. Вот это все, ну, очень здорово сделали мои друзья-художники, они выразили этот миф следующим образом. Кёнигсберг остался в известной степени в Калининграде в виде теней, или в виде каких-то таких странных вещей, как канализационные люки, на которых написано Кёнигсберг, и какие-то телефоны четырехзначные того города, которого нет. Но Кёнигсберг же уничтожали не только наши танки, но в 1944 году его просто стерли с лица земли в центральную часть англичане, своими ковровыми бомбардировками. Но неважно. Они сфотографировали все люки и выпустили календарь, который обычно выпускается с видами города, а они на всех страницах были канализационные люки. Это так красиво, и как-то так печально, и очень как-то сильно. А если бы вы могли выбрать любой город, где бы вы хотели жить? Сейчас Калининград, что там загадывать? Калининград очень хорошо, там можно ощутить дом, потому что город с каким-то укладом, небольшие дома, улицы, неспешность есть, и море рядом. Даже, ну, конечно, когда море рядом, туда очень редко выбираешься. Да, тут. Да, потому что оно рядом, что туда ездить. А из городов, где я мог бы пожить, ну, это в какой-нибудь такой стране, где еще не все устаканилось. Типа Польша, может быть, какой-нибудь Словении, где уже почти устаканилось, но еще нет. Или, вот может быть, даже в Югославии. Мне очень нравится там. А там, где устаканилось, не нравится? Вот чудо, ужас. Там, где есть ощущение, что все в прошлом, вот в Швейцарии, допустим, в Цюрихе, люди выходят на улицу, мне хочется задать им вопрос, а зачем вы вышли? Я думаю, что они не смогут мне сказать. Есть другие варианты? Или Вена? Это город, в котором... Да, мне очень не нравится. Не нравится? Очень не нравится Вена. В Вене, что я сильнее всего чувствую, это то, что люди цепляются за тот миф о том, что это великая столица, великой империи. Это все бы уже давно превратилось в миф. Венская опера, это миф, она не такая хорошая издание, очень хорошее. Там невкусно, там невесело, в Питере не так все сильно, но там, когда я сталкиваюсь с тем... Я же не говорю там про стены, про улицы, или там про что-то... Когда я сталкиваюсь с тем, когда мне намекают на то, что вот тогда меня это огорчает. Я не спорю. На что намекают? Сейчас мы будем спорить. Нет, 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 на что намекают? Ну, как вот, например, питерские артисты, театральные деятели возвращаются в золотой маске, которую они все получили из Москвы, а не как будто футбольная команда, которая выиграла матч. Да. Ну, это как бы и здорово. А с другой стороны, ну ведь это же... Региональные патриотики? А здесь в Москве ждут, когда приедут духовные питерцы, которые вот такие, которые там хранят и крепко держат там... А потом приезжают... А потом приедет настоящий футбол. Вот приехали, приехали, посмотрели этот спектакль питерский. Ну, это, конечно, хорошее. Ну, золотую масочку вам, пожалуйста. Не огорчайтесь, вы там как-то держитесь, мы там вам сочувствуем, мы знаем, вам там не просто на Невских берегах. Вот. Отвратите. Все абсолютно точно и совершенно отвратите. Вот. При этом я так же знаю, ну, приезжаю я в Питер, я просто приехал с радостью, соскучился, очень так здорово играю, а потом кто-нибудь, какой-нибудь журналист обязательно мне вернет, или даже просто вернет вот за кружкой пива, намекнув на то, что я не московский. Это очень нас радует, что вот вы не московский. Да я не московский, но я как бы и про Москву-то не могу ничего там. То есть я не могу участвовать в этих разговорах ни за Питер, ни за Москву, ни против, ни... Ой. Люблю Питер. Правильно. Садись пять. Москву люблю. Два. Дать два. Такая двойная оценка. Двойная. Содержание и грамотность. Причем, знаете, да, знаете, какая история, вот я убедился в том, что в Москве, почему здесь вот настолько любят театр, и настолько он является важной частью, составляющей частью жизни города, что здесь все равно человек театра, артист, чувствует себя намного радостнее, комфортнее, чем в Питере. Это правда. Это безусловно так. Скажите, Женя, что из того, что сейчас происходит в русском театре, и в русском кино, и в русской литературе, что вам нравится, и что не нравится? А мне ни за что не скажу. Ни за что. А сейчас объясню. Я каждый день почти играю в спектакль. И будут люди, которым, допустим, нравится поэт Вишневский. Ну, нравится. И нравится то, что делаю я. А я скажу, какой там Вишневский, трали-вали, такой и тот еще поэт. Хотя я не, ну, допустим, сказал, да, все уже сказал. Ну, он придет, и все. И вот мною частным образом высказанное мнение обязательно повлияет на отношение к тому персонажу, к тому спектаклю, который я делаю. Не должно меняться мнение и отношение вот к этому спектаклю. А обязательно произойдет. Если бы я делал кино... Вы хотите, чтобы это всем нравилось? Нет, я хотел бы, чтобы это никаким образом не замутняло вот того вот взаимоотношения. Я же живой на сцене. Я же живой. Если бы я снимал кино, то я бы сколько угодно говорил бы это мнение. Потому что оно идет, пленка крутится, и все. А там я-то живой. И я хочу, ну, ничем, никаким образом не обидеть, не нарушить. То есть вы такой деликатный, интеллигентный человек, который... Нет, потому что он не кричит в горах, чтобы камнепад не произошел. Это же тоже не случайно выбранная такая позиция. Это способ существования в театре. Я говорю, если бы я делал, писал бы книги, которые тоже живут... Ну, у них живут книги, и у фильмов другие приключения, чем у спектаклей. Я называю это приключения. Это именно приключения текста. Побьют камнями так ваше пальто, понимаете, висящее на вешалке. А здесь побьют камнями самого, а ему работать... Вот брали бы пример, между прочим. Бери бы себе потише, помернее. Потому что если я начинаю в спектакле играть, мне все равно его нужно доиграть. А это почти два часа жизни вот с теми людьми, которые находятся в зале. Я, конечно, хочу, правда, я бы по честному хочу, чтобы меня любили, чтобы я нравился, чтобы смеялись, аплодировали и так далее. Потому что я хочу... Вы бы хотели, чтобы вас все любили? Есть люди, которые, я полагаю, что не могут... Вы не думаете, в принципе? Да, да, конечно. Здравствуйте. Она тоже, как все любит. Да. Конечно. Или хотя бы были равнодушны. Ну, то есть, чтобы не было такого, чтобы не любят. Или еще того хуже. Да? А меня это бодрит. Мне очень нравится. когда мне завидуют, когда я встречаюсь с завистью. Вот это как-то мне так вот не нравится. Так мне обидно, так хочется что-то тут же сказать. Да, старина, пойми, что мне же тоже не очень весело в какие-то моменты. Нет, я Женя очень хорошо понимаю. Нет, на самом деле... Не знаю, я вас оставлю сейчас. Нет, на самом деле, я думаю, что так оно все и есть. И рано или поздно вы, в общем, получите ситуацию очень приближенную к тому, о чем вы мечтаете, потому что вы ужасно симпатичные. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо. А мне так приятно, я так, на самом деле, ждал этого, что подумал, что до апреля не пригласят, сам напрашиваюсь. Обязательно. Я могу сказать, как вот мои друзья, которые смотрят и любят передачу, называют, ты пошел к теткам, да? К теткам пошел, да? Я говорю, я к теткам пойду. Причем, конечно, вы совершенно не тетки, но в то же время то, что вы делаете потом, то, что я... Вот это теткинское занятие, это всем так нравится. Это же супер. Просто очень здорово. Спасибо. А поразительно, да, что вот Евгений Гришковец, я не знаю, сколько ему лет, но ему ровесники с ним. Вот ему не надо вспоминать, как нам. Он как бы все время помнит. Он все время помнит, и он из этого сделал как минимум два замечательных спектакля, вот про это. Как я села собаку, и одновременно, одновременно. То есть там много всякого всего, но там все время про вот этого ребенка, который не потерялся во взрослом, а он все время вот здесь, тут и сейчас. И такое удивительное совершенно. И он от этого... Вы знаете, вот злые дети, наверное, то есть, да, бывают, но этот добрый ребенок, и он вот как-то это... Он именно такой добрый, что он-то дотащил до взрослого состояния, и ничего с этим не случилось. Не растащили чемоданчик-то по частям. Да, хочется подарить ему формочку, любимую свою. Резо Габриатса сказал, что... Это я в книжке у Данели прочла, что его спросили, как за последние 10 лет изменилось Москву, он сказал, стало меньше воробьев. Какой-то надо сохранить детский взгляд, чтобы это увидеть. Он сказал, стало меньше воробьев и больше генералов. Да, добрый. Да. Ну, знаете что, действительно, воробья – это птицы для детей. Они специально, по-моему, летают, чтобы они были маленькие. Вот голуби для взрослых, а воробьи для детей. Да. Никто воробьями, кроме детских писателей, художников детских и детей не занимаются воробьевами. Нужно детский взгляд увидеть воробьев. Маленький.